Интересно для туристов. Так вокруг мечети Аль-Марджани выстроили целый комплекс, или как его называют, город халяльного образа жизни, где все от гостиницы до тренажерного зала по канонам ислама. Такое начинание призвано привлечь в Казань больше туристов и не только мусульман. Человек вне зависимости от своей религии и исповедания может прийти и приятно отдохнуть. Там не увидят пьяных, например, алкоголь, опьянение людей, к примеру, да, не услышат громкую музыку. Не только на прием, но и на экспорт должна заработать халяль индустрии Татарстана. Ставится глобальная задача – наладить поставки нашей продукции в страны исламского мира. Сейчас, по мнению экспертов, для этого есть все предпосылки. Предложения из России уже предпочтительнее, чем у Бразилии, Канады и Австралии. Наиболее конкурентоспособны у нас кондитеры и производители птицы. Они понимают, что у нас качественный продукт, логистика, более-менее она сейчас работает хорошо у нас, и самое главное – цена, то есть отношение цена-качество. Увеличение числа партнеров в исламском мире должно дать и больше инвестиций. Помочь в притоке финансов призван и Российский центр исламской экономики. Этот новый для страны проект хотят опробировать в Татарстане. Рассматривают несколько вариантов, как именно будут циркулировать средства согласно исламскому банкингу. Предлагают либо изменить федеральное законодательство, либо создать территорию наподобие особых экономических зон. Возможно, следует предложить создать такие же особые территории с уникальными правовыми возможностями. И такой опыт есть в международном пространстве, например, у Казахстана. Они прямо в Конституцию вносили изменения для того, чтобы создать вот такое уникальное пространство, где действует английское право. А английское право – это, конечно, совсем уже другой уровень работы с инвесторами. Зарегистрировать этот финансовый центр хотят в этом году. По итогам же второго дня на Казан-саммите участники подписали 15 крупных соглашений о сотрудничестве. Завтра на саммите заключительный неформальный день. Участников ждет гастрономический фестиваль, показ мод и экскурсии по городу. Дмитрий Айринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин